Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. С вами я, Анна Глазунова. Итак, сегодня вы увидите. Выпускников фабрики предпринимательства поздравил президент Татарстана и ректор КФУ. В Казанском университете прошла Олимпиада по корейскому языку. Принятие нового генплана Казани отложено на 2019 год. Для того, чтобы стать предпринимателем, не важен возраст, рост и полчеловека. Всему обучат, расскажут и подскажут на фабрике предпринимательства. Выпускной состоялся в Казанском федеральном университете. Участие принял президент Татарстана и ректор КФУ. Образовательный проект фабрика предпринимательства отметила свой пятилетний юбилей. Проект был реализован Министерством экономики Республики Татарстан, Казанском федеральном университете и фондом поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства». Почетные гости в лице президента Республики Татарстан Рустама Миниханова, ректора Казанского федерального университета Эльшата Гафурова и ряда министров правительства Республики Татарстан осмотрели выставку с различными бизнес-проектами. А в актовом зале Института экономики и управления финансов КФУ состоялся традиционной выпускной фабрики предпринимательства. Здесь начинающие бизнесмены защищали на сцене свои проекты перед экспертами. Президент Татарстана отметил важность представленных идей. Но самое главное, мы не только должны рассказывать, а сопровождать вот эти проекты. Некоторые виды предпринимательства нуждаются в государственной поддержке. Есть еще социальное предпринимательство, какие-то обучения, какие-то навыки, какие-то спортивные вещи. Первым презентовал свой проект сыроварни 13-летний Данияр Гумара, выпускник курса «Фабрика дети». Продукты я беру для сыра от своей бабушки. Она живет в Мамадыше. Сыр содержит полезные питательные вещества – кальций, фосфор, витамины и другие элементы. Юный предприниматель отметил, что ему требуются новые оборудования для дальнейшей работы. И Рустам Мениханов обещал помочь в решении этой проблемы. У выпускников фабрики предпринимательства была возможность привлечь инвесторов в свой проект, рассказать о своей работе. Возраст для предпринимателей не важен, считают маленькие бизнесмены. Ученики 8 класса IT-лицея Казанского федерального университета разработали кубик-рубик для слабовидящих людей. Мы задумались о проблемах общества, точнее о проблеме ограниченности слабовидящих людей и решили создать кубик-рубик. За три месяца мы научились правильно ставить цели, добиваться их и нести ответственность за выполнение самостоятельно подставленных решений. На сцене были представлены проекты из разных сфер – столярная мастерская, ювелирная студия, сельское хозяйство и многое другое. За пять лет выпускниками фабрики стали более трех тысяч начинающих предпринимателей. Мне фабрика дала, конечно же, помимо огромного заряда мотивации и энергии, очень большой багаж знаний, как в сфере упаковки товара, так и в сфере реализации своего товара. Здорово, что есть такая возможность обучиться всем навыкам, вступая в ряды предпринимателей. Это как тайм-менеджмент, построение бизнес всех процессов, своей деятельности. Министр экономики Республики Татарстан и ректор Казанского федерального университета наградили лучших выпускников образовательных и инвестиционных проектов «Фабрика предпринимательства». Анна Глазунова, Леонардо Валитяров, Виолетта Басова, Универньюз. Вопрос сохранения языков и национальных культур остается актуальным в современном мире. В КФУ был организован фестиваль по литературам народов. Подробнее в нашем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открылся международный фестиваль по литературам народов России и тюркоязычных стран СНГ. На открытии фестиваля выступили первый проректор КФУ Рияс Мензарипов и муфтий Духовного собрания «Мусульман России», член Общественной палаты Российской Федерации Албир Кырганов. Если молодые люди учатся языку по интернету, это плохо. Они должны учиться языку по литературе. На фестиваль приехали школьники и студенты из различных регионов России, таких как Республика Бурятия, Калмыкия и другие, а также стран ближнего зарубежья – Узбекистана, Казахстана и так далее. Я люблю свою родину, свою маленькую Калмыкию и хочу, чтобы наш калмыцкий народ существовал и прославлять свой язык, распространять его и говорить то, что вот я калмычка и я горжусь этим. Это наш родной язык, мы не должны забывать это. Мы должны сохранить свою культуру, язык, чтобы сохранить национальность. В рамках фестиваля участникам необходимо выполнить несколько заданий – перевод стихов и прозаического текста с родного языка и конкурсы чтецов и буктрейлеров, коротких видеороликов, рассказывающих о книгах национальных авторов. Артем Тупичкин, Лев Халиулин, Универньюз. В Казанском федеральном университете собрались студенты и школьники со всей России и страны СНГ. Их объединила Олимпиада по корейскому языку. Что было интересным и какой подарок стал самым необычным, смотрим в сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошла первая Всероссийская олимпиада по корейскому языку. Участниками стали более 50 школьников и студентов со всей России и страны СНГ. Я впервые принимаю участие вообще в подобной олимпиаде. На самом деле нам рассказал преподаватель, что да, вот есть в Казани такая олимпиада, и она проводится, насколько я поняла, первый раз, вот именно чтобы первая Всероссийская олимпиада по корейскому языку. Я подумала, почему бы не попробовать свои силы, по-моему, достаточно интересно. Для всех участников корейский язык не является родным. Кто-то занимается изучением языка в университете, а некоторые проходили только курсы. Поначалу я смотрела дорамы, как все знают, кей-пап, все такое. Но потом со временем я начала изучать их культуру, и их культура оказалась очень интересной. И после этого я решила, почему бы мне не выучить их язык. Это дает мне в будущем больше опыта. И то, что я смогу уже развивать свой корейский язык. Ребятам необходимо было написать сочинение о Корее, а также представить свою тему перед членами жюри. Все участники получили сертификаты и подарки. Главным призом стала шестимесячная стажировка в университете Синхан, а победитель устной части получил возможность обучаться на магистратуре в Корее. Казанский федеральный университет уже достаточно давно сотрудничает с нашим университетом Синхан. Мы проводим обмен студентами. Я знаю, что английский и китайский очень популярны. Мы стараемся сделать так, чтобы корейский язык тоже был востребован. Я очень надеюсь, что данная олимпиада поможет еще больше объединить Россию и Республику Кореи. Необычным, но как оказалось очень нужным подарком стала красная перцовая паста. Иностранцы среди всей корейской кухни выделяют блюдо пип-бимпап, основой которой является красная перцовая паста. Поэтому мы решили сделать им такой подарок. Главная цель этой олимпиады – это укрепление интереса корейской культуре среди студентов, изучающих корейский язык, а также улучшение их навыков владения языком. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Новый генеральный план Казани будет принят не позднее середины 2019 года. Полугодовая строчка, связанная с изменением федерального законодательства, сообщила главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Принятие проекта нового генерального плана Казани перенесли на 2019 год. Это связано с изменением федерального законодательства. Такое заявление сделал главный архитектор города Татьяна Прокофьева 10 декабря. Казань, одна из первых в России, столкнулась с необходимостью разрабатывать материалы по новым правилам, связанные со вступившим в силу федеральным законом номер 280, который предполагает выявление наложения населенного пункта на земли лесного фонда. Сведения об их границах исполком получил лишь в конце сентября. Контракт на разработку нового генплана был заключен в 2014 году с Институтом генплана Москвы. Весной 2018 года ожидало, что проект будет утвержден в сентябре-октябре этого года. В мае-июне он обсуждался с казанцами на публичных слушаниях. В них приняли участие более 4 тысяч человек, в том числе и эксперты Казанского федерального университета. Поступило 3,5 тысячи обращений с корректировкой генплана. Много недостатков еще в этом генплане, с точки зрения экологической, о которых мы выступали. У нас было круглые открытые столы, у нас было выступление на телевидении университета. Почти 70 страниц мы подавали предложения и замечания генплана. От кафедры официального мы подавали, то есть на публичные слушания мы подавали почти 70 страниц замечаний и предложений генплана города Казани. 26 июня в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялось ток-шоу «Новый генплан Казани. Тупик или прорыв?», на котором рассмотрели генплан с точки зрения слабых и сильных его сторон. В числе спикеров были заведующая кафедрой природоустройства и водопользования, Института управления экономикой и финансов КФУ Нафиса Менгазова, заведующий кафедрой КГСУ, архитектор Александр Дембич, представитель Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Муханов, предприниматель-экономист Тахир Давлетшин, эко-активист, участница группы «Волга и народ против» Юлия Фрайзманова, а также эко-активист Айрат Фрайзманов. Выпуск программы вы можете посмотреть на сайте телеканала или ютуб-канале «Универ ТВ». Диана Шилова, «Универ Ньюз». На этом у меня все. Подписывайся на наши социальные сети и будь в курсе самых интересных новостей. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok